Тяжелая игра, как мы ожидали, к чему мы готовились. То, что ожидали, то и было. И с нашей стороны, и со стороны соперника. Мы готовились. Две маленькие задачи ставили на эту игру. Первое – не пропустить, постараться. Второе – постараться при 0-0 забить. То есть у нас вторая задача получилась. Но мы попали под серьезный пресс. Концовка первого тайма, когда ошибки были с нашей стороны. Какие? То, что мы в перерыве поправили при выбиве нашего вратаря. Все мячи их, там было 6-7, сыграл соперник. И с этого мяч оказывался у штрафной у нашей. Мы получили штрафные, угловые. И с одного из них мы, с штрафного, получили гол. Потом в перерыве поправили. Заиграли так же, как на начале игры. Но опять, то, что мы ожидали, с чем справились защитники, был навал. Было много длинных передач, много борьбы. Но с этим мы в итоге справились. Поэтому удовлетворены проходом в следующий тур. Игорь Михайлович, во-первых, с днем рождения клуба. Теперь можно уже официально радоваться и поздравлять. И вопрос, с кем хотелось бы сыграть в 1-8? Ну, пока не думали, если честно. Будем думать завтра вечером, наверное. Сегодня насладимся победой. И потом дальше нам надо восстанавливаться. Следующая игра у нас на Кубок России важнейшая. И для клуба в том числе, и для команды. Поэтому сейчас мы... Даже не хочется об этом говорить. Посмотрим. Посмотрим, кто вообще пройдет еще дальше. В первом тайме показалось, что у команды есть возможности для развития нескольких быстрых контратак. Но оказалось, что игроки как будто еще действуют осторожно. Замечали ли вы эту осторожность в какие-то эпизоды, когда можно было обострять? Может, это психологически влияли трибуны в этот раз? Ну, трибуны, я не думаю, что влияли. Но мы там немножко... Да, было много брака. Но это не от того, что осторожничали, а наоборот, что уверенности где-то, наверное, не хватало. Потому что когда ты в такие атаки уходишь, ты должен себя чувствовать уверенно. Но для нас опыт. Это первый раз мы прошли в эту стадию. Достаточно уверенно сыграли. Я думаю, что с каждым таким матчем, уже как минимум нас два ждет в Лиге Европы еще, будем становиться сильнее. Игроки будут в этом компоненте прибавлять. Согласен, брака было много. Можно было намного и результативнее, и опаснее быть в этих атаках. В течение матча было несколько показательных моментов, когда турецкие футболисты и турецкие болельщики провоцировали команду, летели на поле предметы. Вы как-то объясняли игрокам перед игрой, ну, как-то проводили работу, чтобы они не велись, так скажем, на такие эпизоды? Ну, мы говорили про игроков, потому что был момент, когда Ван Персис провоцировал в матче с Бешикташем удаление. Об этом ребят предупреждали. А в перерыве поправили, чтобы они не провоцировали болельщиков, не обращали внимания и не заставляли их поддерживать свою команду больше и больше. Потому что был период, когда они начали свистеть в своей команде. То есть какие-то вот эти моменты, они переворачивали игру, начали свистеть нам, начинали свистеть, когда мы обращали на это внимание и поддерживать больше свою команду. Но это мы сказали в перерыве, да. Игорь Михайлович, и все-таки вот про эту тему следующего соперника, но так в общих чертах. Вот какая задача у Краснодара на оставшуюся часть Лиги Европы? Получить большого соперника и привести на свой стадион условный Манчестер Юнайтед и заявить о себе действительно на всю Европу? Или действительно пройти и попытаться выиграть Лигу Европы? Попытаться выиграть рано, наверное, еще об этом думать, но пройти, я думаю, что вот как раз зависит от соперника. Пройти, я думаю, что мы следующий тур может быть в состоянии, смотря кто нам попадется. Поэтому об этом не думаем, привести, ну конечно, если Манчестер приедет в Краснодар, для болельщиков радость будет большая. Мы подумаем, может быть, кого-то и пожелаем себе завтра другого. Ваш соперник не играл в официальных играх последние три месяца, но когда мы смотрим на сегодняшнюю игру, мы видим совсем другую команду. Вопрос, помимо игроков, не кажется ли вам, что вы еще потеряли и форму? Ну, не имеет никакого значения, что они играли 12 товарищеских игр с достаточно сильными командами. Это не причина. Все просто. В этих двух играх они просто были сильнее. Можно найти разные оправдания. Вот так просто. Нужно открыть на это глаза. Свои я уже открыл. Я открыл도 глаза. Продолжение следует...